Привет-привет! У нас сегодня продолжение разговора про переезд в Турцию замуж по необходимости за турка. Ну, всё такое, да? Помним, что я вам начала рассказывать про девушку, которая вышла замуж за турка по необходимости. Какая необходимость у неё была, да? Ну, потеряла она здоровье, во-первых, заболела диабетом. Да, кстати, она от него не скрывала с первого свидания, что у неё диабет. Заранее она этого писать не стала, что у неё диабет, но на первом свидании рассказала. То есть, да, в письме она написала, что, ну, даже с тем не касалось, что всё хорошо, хорошо и здорово, замечательно. А там, когда, знаете, уже блондинку увидел, то вот там уже всё. Любовь морковь и плевать, что у неё там диабет или 10 диабетов. Готовлю сейчас обед. Построгаю морковочку. Потому что от макарон сильно сахар повышается, а вот от морковочки не повышается. Морковочки витамин А, девочки, содержится очень полезно. Так вот, когда эта девушка приехала к нему в Турцию посмотреть, да, как там дела, то всё оказалось очень хорошо. У него была своя двухкомнатная квартира у турецкого парня, а у неё с мамой, с папой и с сестрой трёшка. Ну, сестра там на какое-то время сняла себе квартиру. Ну, чё, ведь вернётся же, да. Парня у сестры не было. Маму и папу она терпеть не могла, потому что они ей запрещали пить, были недовольны. Ну, а кто будет доволен, да? Да? Папа у неё приёмный, помните? Ну, какая разница, как-то воспитал он её. В общем, когда она к нему приехала, да, она приехала уже готовая, с документами. Они зарегистрировали брак, но посиделки такие были, ну, вот совсем маленькие, и с её стороны никого не было. Не захотели родители ехать, позориться. Мама ничего, вдруг напьётся, и сестра не захотела ехать. Вот. И она ему сказала, что перед объездом к себе, вот на эти, ну, поскольку я уволилась, я сходила к врачу, и нужна мне там операция какая-то. Ей нужна была операция. Она говорит, ну, в Турции я не гражданка, мне это, наверное, будет дорого делать, я лучше сделаю в РФ, естественно. И, в общем, сделала она эту операцию, и вот после этого она уже точно переехала к нему жить. Вот кому хорошо жить за границей, да, девочки, смотрите, кому хорошо будет за границей? Ну, вот тому, кому не было дома у себя, скажем, хорошо, да. Поскольку у нее были такие стеснённые условия проживания в РФ, то, конечно, ей хорошо показалось Турции, и своя квартира, знаете, это, конечно, не с мамой, с папой жить. Вот, и вот-вот-вот, я всё говорю, вот. Да, и, в общем, началось самое весёлое для этого Турка. Он на работу, а его красавица, русская жена, к коньяку. Я один раз даже в такой степени себя не контролировала, что выкинула пустую бутылку вниз, с окна. Они жили в новоквартирном доме. И соседи ему говорят, что тут твоя жена ходит немного под градусом? Это во-первых. А во-вторых, уже и бутылка полетела вниз. Ай. Ну, конечно, он её спросил, да, в чём дело-то, почему бутылки вниз летят? А она ему говорит, а у нас дома, на моей родине, мы мусор не выносим. Наверное, у меня там внутри это. Мы мусор не выносим, мы кидаем в окно. В общем, съел он это всё. Сейчас я закрою окошко. Много света у меня сегодня. Съел он это, что кидаем мы мусор в окно. И так она и продолжила свои вот эти причуды. Так, смотрите. 20 крон было на распродаже сегодня в Любле. Вот сейчас скажу сколько-то грамм. Так. Италия Микс. 500 грамм. У килограмма 20 крон, крона 9 рублей. Сейчас я это почищу и тоже в духовку. Ну, рыбу отдельно, это вот отдельно, себе. Так, красавец мой, не есть учёные инстерии. Стояние из духовки. Вот. Так, что дальше? Да, видите, просто она нашла себе человека такого, который будет её жалеть. Ей было всё равно, какой национальности. Честно говоря, турецкий она совсем не знала. Английский на школьном уровне. Но вы знаете, она, конечно, такая девушка специфичная. У неё очень хорошая чуйка. Ну, у неё профессия такая, в которой нужна чуйка. Ой, там без чуйки никак не разберёшься. Вот. И в общем, повезло ей. Повезло ли ему, я не знаю. Чем история кончилась, я тоже сказать не могу, не знаю. Связь с ней пропала, моя приятельница уехала. То есть связь с ней пропала ещё туда. Вот моя приятельница уехала. Она вышла в другой город, слава всей, господи, замуж. Я очень рада. А та девушка перестала появляться на горизонте. И как там, что у неё, я не знаю. Но факт остаётся фактом, что в ближайшие... То есть два года после регистрации он её никуда не девал. Вот. Так, мои дорогие. Солить я это дело не буду. Не люблю солёное. Сегодня не люблю. Может, потом посолю. Не знаю. Ну и вот красавцу купила рыбу. А что делать? Сахар повышается, если каждый день есть мясо и картошку. Понимаете? Цены у нас продолжают расти. И на всё. В общем... Фу, тут мне свинья вчера лежала. Пахнет. Надо это, конечно, помыть в этой машинке. В общем, мои дорогие, что хотела вам сказать. Видимо, такое. Ищите человека, который будет на вашей слабости. У каждого из нас есть слабости. Будет на них смотреть сквозь пальцы. Потому что, если человек вам ничего не прощает... И начало отношений. Самое главное. Вот я вам расскажу следующую историю. Да, замуж за богатого. Как одна моя знакомая вышла замуж за богатого мужчину. И что из этого вышло. И почему так вышло, да? И вот я вам говорю. Начало отношений. Он в начале отношений был очень добр к ней. То, что она кран не закрыла. То, что она ему сразу сказала за меня доплатить. Потому что у меня нет финансового положения никакого. Ни плохого, ни хорошего. Просто никакого. Вот, мои дорогие. Делайте выводы сами. И удачи вам в замужестве. Если вы еще не вышли замуж. А если вы уже замужем. То желаю вам гармоничной, счастливой любви. Субтитры сделал DimaTorzok